Восенью, после проведения сельхаз-работ, один из местовых же хоров натрапил на каску червона армейца и поведомил про знаходку у клуб Викру. В той же час его керавник Миколай Борисенко отшукал у Центральном архиве Министерства обороны России схему места боя, якую склау один из ветеранов. Зараз тут и ведутся раскопки. Каля везки блага Вечачаускага района, 27-28 липеня 1941 года шли сурвезные бои. По подликах от Рада Викру на этом поле лежит некальки сотен червона армейцев. Да это лечится, что и они сгинули без весток. 25 липеня 1941 года немецкая пехотная дивизия перекрыла шляхи отступления на исход оборонцу Могилёва, корпусы генерала Бакунина и Веденеева. 9 тысяч человек пробивались группами. Большая часть из бойцов и командиров этих двух, остатков этих двух корпусов оказалась или убитой, или ранеными, или попавшими в плен. К своим выйти удалось не более полутора тысяч человек. В частности, Бакунин вывел группу за линию фронта в 140 человек всего. Остальные, большая часть из них остались на этих полях. По угады спотребилось, как отримать дозвол на расхопки. И вот нарешті отказный момент. Голова оторванная от туловища, лежит прямо на каске. Люди собирали все, что осталось от боя. От обстрела артиллерии, от обстрела миномету. Местные жители, женщины тут и детки, наверное, скорее всего, сносили сюда все. Ладно, я аккуратно попробую забрать. Таких ям на этом поле штук 10-12. И даже есть одна сила сна, куда основную часть сносили, говорят. Там около тысячи человек лежат. Но она не определена пока. С этой ямы активисты клуба «Викру» и отказный с 52-го специализованного батальона достали останки 9-ти червона армейцев. Сирот их был командир, про что свет шелезной дзенны аловок, портупея и ремень. На жаль, медальона не знайшли. Раскопки протягиваются. Тетяна Сергійчик, Александр Тарасов, Новинрегион.